Вы смотрите телеканал Ника Плюс и нашу новую старую рубрику Хроника. Мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем. Благотворительность – дело благородное. 20 лет назад глава местного самоуправления Петрозаводска, которым тогда был Сергей Катанандов, с друзьями из Германии искал способ, как обвести таможню вокруг пальца. И все ради благого дела. Сегодня глава местного самоуправления Сергей Катанандов принимал своих старых друзей из Дуйсбурга – бизнесмена Клауса Веггенера и доктора Франца Ротто. Первый – один из партнеров нашего пароходства, а второй – главный врач детской клиники. Как и во время своих прежних визитов, они приехали с гуманитарной помощью. Сегодня детская городская больница получила 10 тысяч марок. Привезли бы больше, сказали бизнесмены, но 35 тысяч ушли на операции, которая была сделана одному петрозаводскому мальчику в Дуйсбурге. Сам акт передачи выглядел немного странно и скорее символически, потому как непосредственно из рук в руки передавалась крупная сумма наличными. Да и потрачена она, скорее всего, будет в Германии на немецкие лекарства. На встрече обсуждалось, в частности, как лучше проносить благотворительность мимо таможенных платежей. Денег в бюджете катастрофически не хватало, и даже за границей нам поможет в те годы не означало избавление от всех наших бед. 11 марта 1996 года в городе объявили чрезвычайное положение в связи с наступившей весной. С 11 марта в городе объявлено чрезвычайное положение в связи с наступившей весной. Снежные завалы на улицах грозят растаев образовать лавину, которая непременно смоет городские очистные сооружения. В связи с чем, за 10 дней большая часть снега должна перебраться на свалку. Для этого планируется как мобилизовать все силы собственно Гордео, так и широко привлечь ведомственный транспорт. Впрочем, как выяснилось сегодня, объявление чрезвычайной ситуации не сказалось существенным образом на способности дорожных служб эффективно выполнять свои обязанности. Чему есть объективные причины, лежащие вне компетенции постановлений городской администрации. Например, многие предприятия, которые должны оказать помощь Гордео, находятся в так называемом вынужденном отпуске, и лишь половина из них предоставила необходимую технику. Сами дорожники находятся в тяжелом положении, они не получили зарплату еще за январь. Но главный, основной вопрос, это отсутствие денег на топливо в Гордео. И с этим, видимо, связано, что техника в массе, замеченная утром на проспекте Ленина, после обеда куда-то пропала. Впрочем, на улице пока морозит, и ситуацию на очистных сооружениях характеризуют как спокойную. 20 лет назад отсутствие денег в городской казне создавало ситуации, которые можно назвать комичными, если бы они не были столь скандальными. Судебный исполнитель нагрянул в 4-ю поликлинику, чтобы описать имущество. Таково было решение, принятое арбитражным судом по представлению муниципального предприятия «Формация», которому 4-я поликлиника задолжала за так называемые бесплатные рецепты. Забавность ситуации состоит в том, что оба учреждения находятся в подчинении городской администрации, и имуществом своим отвечают перед одним и тем же управлением. Подобный поступок руководители «Формации» поверг в изумление городские власти. Теперь местному самоуправлению предстоит новый судебный процесс по кассационной жалобе, где оно, местное самоуправление, одновременно и истец, и ответчик. Накануне мы отмечали 8 марта. 20 лет назад тоже. Но тогда журналисты раскопали историю, как этот праздник был омрачен для многих петрозаводчанок. 8 марта Ольге Дмитриевне сын подарил цветы. Ближе к вечеру букет изменился неузнаваемо. Вечером я уже заметила, что-то вянут. Что такое не должно быть, что-то я не так сделала, что-то возле них кручусь, ничего. А утром уже стало, а не совсем погибли. Думаю, в чем же я делаю? Ну, подошла к цветочку и стала смотреть. Думаю, в чем дело? Почему они так повяли? И мне показалось, что-то вроде как двинулся цветочек, вот сам цветочек. Ну, у меня тут подозрение, я взяла его, и вот, видите, снимается. Один снялся, вот на этом я обнаружила. Потом начала смотреть следующий, и следующий также снялся. Вот, видите, и все три цветочка. Видите, на, золотые. Ну, оно уже подрезано. Да, подрезано, вот, резю. Да, наткнули. Так, это все на стебельке еще. Вот мои цветочки. В праздничные дни, а для многих и в обычной, есть статья бюджета, которая никогда не подвергается секвестированию, несмотря ни на какие постановления правительства. Так сегодня, так было и 20 лет назад. Согласно постановлению правительства Российской Федерации, с сегодняшнего дня выросли цены на водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28%. Так, продукция стран ближнего зарубежья в розницу будет поступать не дешевле 18 400 рублей за литр, включая стоимость посуды, а продукция стран дальнего зарубежья от 40 000 рублей. Так что российские власти по достоинству оценили инициативу властей карельских. Утешает лишь одно. На общем недешевом фоне Онежская хмельная с собратьями уже не будут казаться белыми воронами и вновь обретут былую популярность. Были бы у народа деньги. Во дворце творчества детей и юношества 20 лет назад проходила необычная выставка рыб, на которой были представлены редкие виды, ранее никогда не экспонировавшиеся в Карелии. Правда, попадались и отечественные караси. Пицелия, анциструс, хромис, красавец, неон, барбус. Это сложная латынь, от которой у людей непосвященная голова пойдет кругом, не представляет никакой тайны для членов клуба аквариумистов. Они в ней как рыбы в воде. Во дворце творчества открылась необычная выставка рыб, организованная клубом Химикромис. Выставка дорога ее создателям не только потому, что в аквариумах плавают их любимцы, но и потому, что она обошлась бы им дорого в буквальном смысле слова, не получая ни помощи от Бен и Джерри, и не в качестве американского мороженого, а в виде финансовой помощи. Благодаря вырученным средствам аквариумисты смогут приобретать корма для рыб, оборудование для своего клуба и существовать дальше. Подбор рыб, растений, оформление каждого аквариума – целое произведение искусства. Вот, например, кусочек реки Амазонки. Если не путешествуем, то, по крайней мере, можем увидеть фрагмент теплой Южной Америки. Тем более, что у нас по-прежнему холодновато. Таким было начало марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, ностальгируйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова